100 тысяч молодых людей примут участие в майских праздниках. Для горожан организуют концертные программы, флешмобы и создадут 10 фотозон. Ряд тематических челленджей запустят и в социальных сетях. Куда можно будет сходить на праздники и как внести свой вклад в поддержание патриотического духа. Об этом наш следующий репортаж. Основное мероприятие с участием культурных центров на День единства народа Казахстана состоится в Центральном парке. В этот же день будет дан старт работе всех аттракционов парка. Между тем на площадях трех домов культуры Караганды проведут праздничную программу с участием художественных коллективов школ искусств города. В общем по линии молодежной политики на 1 мая запланировано проведение 21 мероприятия с охватом более 3000 человек. Основной лейтмотив данных мероприятий будет направлен на дальнейшее укрепление ценностей мира и согласия уникальности нашего магазинального государства. В областном центре по случаю Дня защитника Отечества состоится ежегодный фестиваль солдатской песни. Он проходит с 2012 года. В этот раз будет организована дневная конкурсная программа и вечерний галоконцерт. В фестивале примут участие ветераны вооруженных сил, представители различных ведомств, ученики школ и жители города с общим охватом порядка тысячи участников. Дополнительно в программу фестиваля войдут показательные выступления от учеников кадетских классов и военизированных учебных заведений. Победители получат дипломы и денежные сертификаты. Общий призовой фонд составляет более полумиллиона тенге. В воинских частях РГП Урталы пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества. 9 мая у мемориала «Вечный огонь» состоится торжественное возложение цветов при участии представителей МИО, ветеранов, тружеников тыла, депутатов, молодежи, СМИ. Одновременно пройдет церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, обелиску памяти погибших в сортировке Омутлумас Ула Эрлэк. 6 мая на территории флагштока организуют флешмоб с участием 2500 человек и исполнением песни «Атамикен». А вот на спортплощадках Центрального парка 6 и 7 мая проведут открытый городской турнир по волейболу. К тому же весь день 7 мая по случаю праздника на сцене Центрального парка запланирована концертная программа. Канун празднования Дня защитника отечества во всех учебных заведениях запланированы уроки мужества. С привлечения ветеранов положенных сил, смотры и конкурсы, патриотических уголков, торжественные линейки, классные часы. Непосредственно в День защитника отечества молодежными ресурсами центрами городов и районов области запланировано проведение 20 мероприятий с общим охватом около 4000 человек. Театрализованный концерт по случаю 9 мая также проведут в Центральном парке. Запланировали власти также раздать и порядка 10 тысяч патриотических голубых ленточек в знак уважения, скорби и памяти последствий Великой Отечественной войны. Всем акимам необходимо лично посетить каждого ветерана, чтобы ни один ветеран не остался без внимания и поздравлений. То же самое касается и поздравлений тружеников тыла. По случаю майских праздников в Караганде будут размещены 20 тематических баннеров. Организуют также по городу 10 фотозон. Активно создавать праздничное строение будут и в социальных сетях. Там разместят тематические ролики, запустят челленджи и проведут различные конкурсы.